Программа Коза не нуждается в иронических советах, но тем не менее сегодня, возможно, Алексей Дурнев нам расскажет несколько секретов сарказма. День рождения, фейворит, плейс, один год. И сегодня в гостях Алексей Дурнев и, конечно, программа Коза не может без этого обойтись и показать вам. Смотрите нас, дорогие телезрители. Сегодня мы отмечаем год, с дня открытия 44 фейворит, плейс. Всегда сюда пытались приглашать интересных людей, которые с необычной биографией необычно себя ведут и рассказывают всегда что-то новое, интересное. Я думаю, что Алексей Дурнев в последнее время достаточно популярен. Я думаю, что для 44 фейворит, плейс, это будет интересно. Скажу какие-нибудь очень приятные слова, которые, может быть, будет приятно услышать людям, которые сюда пришли. Это же всегда лицемерие, знаешь, ты приезжаешь на этот день рождения и говоришь, боже, такой вообще, как вам повезло. Блин, и кухня, и все, и персонал. Ну, короче, на самом деле будем немножко лицемерить, но, честно говоря, место отличное. Девушка, которая выглядит не просто привлекательно, а потрясающе, она выбирает то место, где ее действительно оценят. Я так понимаю, место 44 является этим заведением. Ну, одно из этих, да, в нашем городе, да. Мы всегда здесь как бы отдыхаем, поэтому мы сегодня здесь. Желаем этому месту процветания побольше таких клиентов, как мы, которые в любой погоду, в любой день приедут именно сюда, на Пушкинскую 44. Сегодня такая погода отвратительная, но у вас яблоку негде упасть. Людей безумно много. Это говорит о статусе заведения. Каждый раз, когда у нас намечается какое-то мероприятие, постоянно идет дождь. К этому уже все привыкли, к этому готовы у нас всегда есть план «Б». То, что наоборот показал, кто наши настоящие друзья, их оказалось не так уж и мало, и мы этому очень рады. Да здесь все настолько вкусно, что когда я ем еду не в 44, я плачу. Я плачу, потому что в этот момент я понимаю, что вот я ем сейчас какие-нибудь блины где-нибудь или у себя дома, или где-то еще, а мог бы есть 44. И мог бы получать многочисленные гастрономические оргазмы. А так у меня в этот момент спокойное чревоугодничество. Как вот вафли, которые здесь подают, безумно вкусные, но на фигуре они сказываются, конечно, плачевно. Как вы, держите себя или поддаетесь соблазну? Я один раз только пробовала эти вафли, поэтому, наверное, я больше держусь. Ну, как бы мои друзья кушают, нравится, вкусно, то есть молодцы вообще. Значит, музыки специально для фейворит плейс пришлось изменить формат музыки. Сегодня будет такой, типа, лакшери дип хаус, короче. Потому что обычно же мы там прыгаем очень сильно и какую-то валим громкую музыку жесткую. А сегодня такого не будет. У нас планируется много нововведений. Вот одно из последних было это хоспер бар. Мы купили большую, красивую печь и гриль в одном, в которой мясо получается очень вкусное. Еще придумали демократичную акцию, потрясающую по этому поводу, за 150 гривен. Можно хоть на троих наесться этим мясом с картофелем, с овощами и четыре вида соуса еще в придаче. Сегодня день рождения 44. Такая стройная девушка. Но как вы удерживаетесь от поедания этих вафель и мороженого домашнего? Никак. Не удерживаюсь, не отказываюсь себе в удовольствии. Это же не дома у меня стоит вафельница или в морозилке килограмм мороженого. Субтитры сделал DimaTorzok